АГТУ Содержат все незаменимые аминокислоты. Их 8. Те аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека, они поступают вместе с пищей. Вот они содержатся в мясе. Аминокислотный скор сбалансированный. То есть при сравнении аминокислотного состава по этим 8 незаменимым аминокислотам со шкалой ФАОВОЗ, получается скор аминокислотный больше 100%. Это означает, что все эти незаменимые аминокислоты имеют нужный скор и являются полезными для организма. Научная новизна проекта, кроме самого главного компонента, заключается в способе приготовления, то есть в решении сделать продукт в виде пресервов. Так продукт сможет относительно долго храниться, а также даст возможность работать с различными наполнителями и соусами. На приготовление пресервов в уксусно-масляной заливке участниками проекта открыт патент и ведется работа. Мясо мороженое как сырье мы рекомендуем. Затем из мороженого мяса изготавливаются консервы, пресервы с подбором режима стерилизации, со сроком хранения и так далее. Для того, чтобы можно было рекомендовать производству, разработана техническая документация. Пищевую ценность имеют лишь задние лапки лягушки, но и остальным частям ученые вуза нашли применение. Так предлагается соление икры, которое по вкусовым качествам напоминает осетровую. Еще у разработчиков была идея изготовить из замороженного мяса лягушки колбасу, добавив рыбный фарш. Кожа лягушки также интересный элемент. Она обладает бактерицидными свойствами и имеет в себе антибиотик, который активно подавляет микрогрибки, бактерии и стафилококи. Куратор проекта получила патент на способ обработки лягушачьей кожи и планирует продолжать изучение полезных свойств и способы ее применения. Можно из кожи получить порошок лечебного направления. Если добавить этот порошок вазелин, там любую дешевую мазь, то значит получается паста лечебная. Этой пастой можно различные раны, они хорошо заживают. Традиционно в утиль выбрасываются оставшиеся части лягушки – голова и внутренности. Но ученые АГТУ планируют переработку этих частей в корма для рыб, выводя проект практически на безотходное производство.